Всем привет! С вами Александр Меклер и программа Кинозвезда. Сегодня мы поговорим о фильмах, которые стартуют в кинотеатре «Звезда» с 28 сентября. «Наемник» и «Любовь в городе ангелов». Первый фильм, о котором поговорим, «Наемник». Фильм основан на книге писателя Винса Флина. «Американский ассасин» 11 в цикле из 15 книг о приключениях молодого специального агента Митча Репа. Главный герой потерял родителей в возрасте 14 лет в ужасной автомобильной катастрофе. Но сейчас у него новая трагедия. Вследствие террористической атаки погибает его возлюбленная. Полный ярости и жажды мести, он становится тайным наемником для ЦРУ, чтобы принимать участие в самых рискованных и опасных операциях по уничтожению врагов мирного населения планеты. Его настрой настолько серьезен, что в «Наставнике» герой получает самого опытного агента Стэна Херли, который должен обучить его различным тактикам ведения боя, а также сделать из него настоящего профессионала своего дела. Основное действие сюжета фильма развернется на Ближнем Востоке, в Турции, где Митчу и его наставнику предстоит предотвратить начало Третьей мировой войны. Там, благодаря турецкому агенту, они получают секретное сведение о террористах, жаждущих развязать настоящий хаос во всех уголках планеты. И чтобы их остановить, с каждым часом остается все меньше времени. Актерский состав наемника представит в главной роли звезду бегущего в лабиринте Дилана Убрайна, в амплуа героя боевиков также в ролях имеются Майкл Китон, Дэвид Суши, Тейлор Китч и мастер единоборств Скотт Эдкинс. Студия уже купила права еще на одну книгу Флина, в надежде на успех картины и ее возможное продолжение. Смотрите фильм «Наемник» в кинотеатре «Звезда» с 28 сентября. Итак, что вы помните о смерти родителей? Автокатастрофа. Мне было 14. После чего начались проблемы с дисциплиной и вас исключили из трех частных школ. Поговорим о том дне на пляже. Катрина, я тебя обожаю. Выйдешь, Звезда? Дальше. Катрина! Катрина! Мич! И все потеряла для вас смысл, верно, Мич? Нет, не все. И тогда вы решили сами уничтожить всю ячейку Мансура? Для начала, да. Ваша задумка мне нравится. И я знаю, какое применение вам найти. Что про него надо знать? Он солдат. Лучше я не встречала. После личной трагедии ты решил отомстить страшным террористам. И это, по-твоему, повод тебя взять? По-моему, 20 секунд схватки с ножом вам с лихвой хватит самому определить, стоит ли меня брать или нет. Решайте. Убей меня. И тут, казалось бы, режешь глотку и конец. Но так только в кино. Зачем мы, по-твоему, здесь? Убивать тех, кто это заслужил. Вы призраки! Вас не существует! Он уже готов. Пока еще нет. Но это поправимо. Следующий фильм, который стартует в кинотеатре «Звезда» с 28 сентября – «Любовь в городе ангелов». Фильм «Любовь в городе ангелов» развернет свою историю любви в Лос-Анджелесе, считающимся одним из самых романтических мест в мире. Правда, первое свидание между главными героями вышло отнюдь не таким красочным, как они того хотели. Ей достался самый невкусный кофе и ужасный букет. Он даже не смог сдержать авантюрного обещания по добыче для нее роскошного платья с витрины магазина. Все сразу пошло как-то не так, и все-таки каждый из них вспомнил эти дни как самые яркие и лучшие в их жизни. В городе ангелов возможно все, так что даже самые странные свидания способны превратиться в настоящее искреннее чувство, наполняя любовью сердце каждого. Пусть он даже не знает ее имени, но они еще обязательно встретятся в этом удивительно романтичном городе. В этом городе на песочном берегу, конечно, возможно все. Океан нашепчет им мелодию любви, где как ни в городе ангелов поверит в настоящую любовь, пусть даже и на несколько дней. Это новый фильм режиссера Сарика Андерасиана. Главные герои в картине одного из самых успешных российских постановщиков сыграли такие актеры, как Наталья Рудова, Микаэл Арамян, Андрей Сверидов и другие. Смотрите фильм «Любовь в городе ангелов» в кинотеатре «Звезда» с 28 сентября. Ну ты сам напросился? Сидишь ты такой красивый. Пойдем, кофе мне купишь. Когда ты последний раз был на свидании, чувак? Я натурал. Прости, я не это имел в виду. Да смеши ее. Пригласи ее на ужин. Вкусно? Не очень. Пригласи ее домой, она твоя. У меня есть безотказный прием. Ну-ка. А давай я угощу тебя завтраком. Познавать для завтрака. А я и не про сегодня. Я про завтрашнее утро. Это был твой прием? Да. А что? Ты что, высоты боишься? Доверься мне. Нет. Открой глаза, Джек. Джек, мы короли мира! Мне на самом деле всегда поражало то, как мужчины распускают хвост для того, чтобы произвести впечатление. Откуда знать, какими нам надо быть, чтобы девушка захотела пойти с нами на свидание? Не будь ты козлом, а просто пригласи. Пошли. Яхту украсть? Ты что, совсем что ли? А ты еще не понял? Держи. Я верю в любовь. Мы в принципе не так устроены. Нам плевать, с кем спать. Приятно знать. Я верю в любовь. В моем сердце живет только имя твое. Первое свидание – это самая ненастоящая штука, которая только может быть. Я не настоящий, ты не настоящая. Наши с тобой ожидания и представления – все не настоящее. Я верю в любовь. Я верю в любовь. Тогда нам нужно попробовать еще. Вы смотрели на телеканале Интекс программу «Кинозвезда». С вами был Александр Метлер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok